ну давайте теперь пойдем по виткам спиральной динамики первый виток спиральной динамики бежевый человек на этой стадии рождается все ценности его сосредоточены вокруг того чтобы было тепло рядом был кто-то мягкий поглаживал периодически давали попить поесть а когда от меня запахло не очень хорошо не стало опять хорошо человечество это времена когда homo sapiens еще не вытеснил всех остальных по земле бегала как минимум шесть видов представителей рода хума мы по европе бегали неандертальцы которых потом считалось то ли вытеснили то ли съели гума homo sapiens к дошел но в конце концов ученые сказали что потихоньку даже немножко ассимилировал социального устройства у них не было периодически не объединялись случайные там стаи семьи но к сожалению даже вот сейчас современном мире люди старости могут свалиться в эту стадию потому что существует такая страшная вещь как болезнь альцгеймера и насколько далеко мы не развились и наша медицина с ней пока справиться не может иногда социальные обстоятельства могут людей стянуть туда же бизнесов на этой стадии не бывает но когда пытаются бизнес пристроить по крайней мере цикл развития бизнеса к этой модели считается что вот на бежевой стадии у предпринимателя будущего предпринимателя рождается идея какой я сделаю бизнес бег скованном своей книжке каждой стадии развития придумали некий девиз либо характеристику вот для биржи она звучит выживание следующей стадии является фиолетовый ребенок в своем развитии в том числе когнитивном попадает на нее примерно возрасте 2-3 месяца когда он потихоньку начинает себя физически отделять от внешней среды то есть он укусил себя больно усил кровать нет то есть разница какая то есть но психологически он с этой следу средой слит полностью человечество это уже homo sapiens после когнитивной революцию как я называл харари когда уже есть у него более-менее развитая речь наскальные рисунки так далее они уже объединяются в племена которые имели численность 30 40 человек и до сих пор в социологии есть понятие малая социальная группа в которой действуют особые законы управления этой группой и взаимодействие людей в ней эти племена жили в таком мире наполненным духом окруженная природа себя от этой природы не сильно отделяя но у них уже выделились определенной социальной роли в этих племенах были руководители были те кто ходил на охоту а кто-то договорился с духами в конце концов нам докатилась это дело в виде различных суеверий магических ритуалов кстати стадия развития мировоззрения человеческого соответствующей этой стадии называется магическое гадание суеверия и так далее это все оттуда есть и более здоровое проявление различные ритуалы и обряды и которые сохранились в народных традициях которые способствуют там поддержанию семейных каких-то ценностей уважение к старшим и так далее на этой стадии живут и появляются и могут даже долго существовать различные бизнесы долго единственно бизнес может быть не очень конкурентной среде в малом городке например небольшой семейный бизнес семейная пекарня химчистка парикмахерская и так далее но и молодые люди могут создать мало настоящий стартап вполне на этой стадии когда они еще не знают управленческого учета возможно не сильны в маркетинге у них нет четкого разделения работают отсюда и до победы и когда в такой компании у людей спросишь почему вы так делаете скорее всего не ответит потому что всегда так делали задавать второй вопрос почему а почему всегда так делали здесь не стоит потому что в лучшем случае вам скажут блин чудо спрашиваешь а вообще у некоторых людей может вызвать даже попытка такого вопроса и агрессию у этого стадии развития девиз родственные связи а мы двигаемся дальше а ребенок о котором мы говорим растет и в возрасте от двух до трех лет у него просыпается в я причем я не физическое психическое он его почувствовал он почувствовал что он отдельный от мамы от папы вот он такой самостоятельный и он должен обязательно всем об этом сообщить наверняка если о себе вы такое не помните то она наблюдали вокруг себя когда маленький ребенок просится на руки как только папа мама взяли он тут же сучит ножками и говорит поставьте меня на землю таким образом ребенок демонстрирует всем что он узнал что он я что он отдельный есть у пиаже который следовал когнитивное развитие детей такой опыт ребенку возрасте четырех лет а в этой стадии ребенок развивается с возраста 2-3 года до возраста 5-7 лет он уже хорошо знает цвета ему показать мячик который с одной стороны зеленый с другой красный спросить какого цвета мячик зеленый здесь красный стать напротив него показать ему мячик зеленой стороной спросить какой мячик ты видишь он скажет зеленый а какой вижу я он скажет зеленый и это не потому что он тупой или недоразвитый так устроена психика ребенка он по-другому сказать не может он не понять представить что видеть чувствует другой человек это объективная характеристика этой стадии его развития кстати она касается не только детей но об этом мы поговорим попозже бек с кованом считали что вожди фиолетовой стадии были скорее не командирами а координаторами но в какой-то момент на смену им пришли молодые сильные что сейчас называется борзые которая почувствовав свою силу и когда-то показав ее и не будучи за это наказанным начали брать власть в свои руки эта стадия в развитии человечества длилась довольно долго несколько тысячелетий на ней зародились первое государство товарно-денежные отношения и народная торговля в том числе торговля людьми на этой стадии развития человечества образовались первые империи но характеристика этим империи было того что они не переживали своего основателя империя александра македонского было развалилась примерно через год после его смерти империя чингисхана просуществовала чуть больше ста лет но с точки зрения исторической это совсем недолго эта стадия развития человечества привела и принесла в него довольно такое страшное явление как рабство которое вводим массовом порядке с жизни человечества уже исключено по крайней мере на законодательном уровне но встречается до сих пор к сожалению даже в нас предельных с нами территориях лидеры которые стали жестокими и сильными фактически привели к тому что в культурах появились боги такие же жестокие сильные которые начали требовать жертв и эта стадия была очень характерна активным используем жертвоприношения в том числе человеческих как бы человечество далеко не забиралась своем развитии но в кризисных ситуациях например во время военных действий или стихийных бедствий вот этот красный мем красной ценности начинают очень активно проявляться и встречаться даже в цивилизованных странах даже в цивилизованных странах мирное время хочется часто людям взбудоражить себя вспомнить этот красный мем чему в общем то соответствуют кровавые виды спорта и поведение болельщиков на трибунах не только таких кровавых видов спорта часто в наших там городах и селениях можно встретить таких пацанов которые ходят в трениках лузгают семочки и так далее их часто называют гопники но здесь я хотел бы сказать что гопники бывают не только в трениках они бывают дорогих костюмах и нюхают кокаин который клэр грейс называл химической формулой красного ценностей почему потому что он с одной стороны дает энергию а с другой стороны отшибает всякую способность эту энергию контролировать вопрос почему в организациях таких отвечают потому что я так сказал но это если говорит босс ну или потому что босс так сказал если говорят подчиненные красный ценностный мем является источником энергии для всего последующего развития но порождая эту энергию он пока не умеет ее контролировать для этого ему нужен кто-то более умный или более сильный что характерно для этого мема особенно с точки зрения мотивации он хочет все и сразу и прямо сейчас он не способен делать что-то долго чтобы получить вознаграждение когда-нибудь позже есть частое заблуждение когда красным или под красным ценностям относят только лидера который управляет кем-то но те же люди которые вот на данном слайде заблуждены в виде гребцов той же исповедуют эту же систему ценностей причем эта система ценностей позволяет им подчиняться не испытывая психологического дискомфорта для них это нормально он сильнее он и прав это является нормой поведение и осознание своего положения но если в зоне действия такого гребца появится кто-то более слабый он начнет проявлять свою агрессию скорее всего в его отношении власть силы такой девиз присвоил этому мему детки идут в школу в возрасте 6 7 лет потому что по пиаже они перебираются на стадию когнитивного развития которая называется стадия конкретных операций какие маркеры у детей появляются часто детей учат раньше считать но прямые операции например сложением даются легко даже в возрасте 4 5 лет а вот обратное вызывают затруднения с мячиком в этот момент становится у них все хорошо это самое замечательное свойство которое характерно для этой стадии то есть человек на этой стадии здесь ребенок начинает приобретать свойства понимать что видит чувствует другой человек а значит иметь возможность приспособиться согласиться с общими правилами чем-то поступиться на этой стадии развития появились все современные на не действующие религии и они очень похожи несмотря на то что верят они возможно в разных богов но у каждого есть своя священная книга и в ней написана истинная правда а в священной книге соседней конфессии или религии написано все неправильно что рождается на этой стадии так это правило плохо сейчас хорошо потом эта способность сейчас терпеть уступать и рассчитывать на вознаграждение потом возможно даже очень в отдаленной перспективе классно урочная система образования которая действует на наших широтах и не только на наших широтах что в школе что в институте относится к представителю этой системы ценностей армия в своих уставных взаимоотношениях по крайней мере в правильном в своем понимании в мирное время явно относится к этой системе ценностей что характерно для нее в жизни обычной это уважение к закону старые времена это к закону божьему в современном это к закону гражданскому если человек нарушивший закон который находится под влиянием красной системы ценностей испытывает страх страх наказания когда его заметят то человек испытывающий и находящийся под действием синий системы ценностей испытывает чувство вины это тоже хороший маркер люди которые находятся в этой системе ценностей могут вполне себе пожертвовать собой ради блага окружающих своей семьи либо своей нации для производства процессов это конвейер самое яркое такое а показательное устройство производства для синей стадии химические производства опасное производство строящего нас атомная станция очень хочется надеяться что будет управляться из такой системы ценностей где все описаны бизнес-процессы технологические процессы система управления и носит характер иерархии на вопрос почему там как правило отвечают так положено причем положено не нами и не нам отменять сила правды это девиз синей стадии развития ценностей здесь мы посмотрим еще один ролик который демонстрирует одно из рожденных на синей системе ценностей понятий понятия патриотизм обстрелях сила правила демонстрирует одно из его всё время Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А мы двигаемся дальше Наш ребенок подрастает и превращается в подростка В возрасте от 12-13 до 15-16 лет Он переходит по пиаже на стадию формальных операций То есть ему становится доступным формулировки и обсуждения абстрактных понятий Строительство цепочек, сложных цепочек, сложных цепочек, состоящих из причин и следствий Которые иногда называются дедукцией Но тут его подстерегает одна засада В этот же момент приходит бурная перестройка гормонального организма, пубертат И тут эго возвращается, которое на предыдущей стадии отступило Оно возвращается, начинает демонстрировать Меня начинают все не понимать И куда в этой точке бифуркации, как говорят, в развилочке пойдет молодой человек Больше всего зависит от условий жизни, в которых он находится Кто победит, выросшее и усилившееся когнитивное развитие Или тянущее назад к природе гормональный фон Зависит от родителей, от того, чем он занимается В какую школу ходит, какая компания его окружает Занимается ли он спортом или еще какими-то видами дополнительной активности, кроме школы Все это влияет на эту точку бифуркации Сейчас достаточно много шансов все-таки рвануть в оранжевую и выше Я в свое время, конечно, свалился в красную, но это не страшно Человек в эту точку бифуркации может прийти еще не один раз в течение жизни Например, по окончании колледжа или института Когда он поступает на работу, некоторые приходят сюда в достаточно зрелом возрасте Но по секрету скажу, некоторые не приходят сюда второй раз никогда В истории человечества оранжевую стадию характеризует Научная революция и социальная революция Это Великая Французская революция конца XVIII века И примерно в то же время случившаяся борьба за независимость США Которую называют Американской революцией Двигателями этой стадии развития являются в том числе предприниматели Их стремление к успеху является хорошим драйвером этой стадии Но деньги не единственный показатель успеха Молодые ученые, которые стремятся к призванию, к новым открытиям и так далее И успех заключается у них в этом Вполне себе могут соответствовать данной системе ценностей Большой спорт это явный, олимпийское движение Это явные представители оранжевой стадии Здесь есть все, и стремление к успеху Индивидуальное желание победить И в то же время подчинение неким правилам И деньги здесь заточены во всем очень даже активно Религией этой стадии является капитализм, как говорил Ювельной Харари Большие компании западные, как минимум, организованы по этой системе ценностей И на вопрос, почему, отвечают эффективно и результативно А девизом этой стадии является соперничество Когнитивное развитие детей изучал только пиажей Дальше подросткового возраста не заглядывал И в какой-то момент психология считала, что как раз этой стадии Которая продолжается от возраста подросткового от 15 лет до 20-21 года В рамках этой стадии развитие и заканчивается Современная психология говорит, что когнитивное развитие продолжается И выражается она в усилении способности Оперировать более сложными абстрактными понятиями Моральными дилеммами, либо сложно-техническими какими-то параметрами Та же высшая математика с ее дифференциальным счислением Если мы говорим о технических понятиях Относится к стадии, которая уже более высокая, чем стадия формальных операций по пиаже Но означает ли то, что развивающееся когнитивное развитие тянет за собой ценности? Так вот, установлено, что ни разу это не так Стадия развития когнитивной линии, стадия развития ценностей не равняется На какой-то этапе, вернее, нескольких этапах развития она является ведущей Они идут примерно синхронно Когнитивное развитие и стадия развития ценностей Но потом когнитивное развитие может уйти в отрыв А после той точки бифурфикации, о которой мы говорили чуть раньше Ценности могут остаться значительно позади Чего не хватает, кроме когнитивного развития И что с этим делать, мы поговорим в части 3 нашего видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok